Театральный марафон, который продолжался весь прошлый год, завершился. Чем запомнится 2019-й, проходивший под знаком Мельпомены? Главные итоги творческие коллективы подвели сегодня. Позади по-настоящему насыщенный год. На счету театров республики около 40 премьер. Им бы отдохнуть от работы, но даже за госнаградами от главы региона и председателя кабина виновники торжества выходят в образе. Два часа на сцене и месяцы подготовки к премьере. Каждая постановка, командная работа актеров, режиссеров, сценаристов, костюмеров. По-настоящему кропотливый труд создать образы из прошлых веков. О прошлом республике одна из грандиозных премьер Чувашского драматического театра. Спектакль «Проклятое племя» создавали по пьесе классика национальной литературы Петра Осипова. В постановке проникновенная игра актеров и сложнейшая хореография. В год театра он, конечно, прибавил крылья, прибавил какие-то новые идеи, замыслы. Прошлый год принес творческим коллективам и немало наград. Постановка студенческого театра «Мой дедушка был вишней» стала победителем окружного проекта. Молодые актеры планируют закрепить успех уже с прицелом на вечную классику. И мюзикл, я думаю, будет. И, надеюсь, до Шекспира мы доберемся. Высокое искусство поддерживают. Теперь и в рамках национального проекта. Председатель кабинета министров отметил, что и в этом году театрам республики будут выделены многомиллионные суммы. Творческим коллективам Иван Моторин пожелал полных залов. Но самое главное, мы приобрели своих преданных зрителей. И все это невозможно без вас, без деятелей искусства, работников театров, артистов, режиссеров. Поэтому хочу от всей души поблагодарить вас за ваш труд. Награды сегодня вручали и тем, кто лучше всех рассказывал о работе театров. По итогам республиканского конкурса первые места у ведущей национального радио Марии Самделовой и корреспондента нашего телеканала Елизаветы Цветковой. Прошедший год задал высокую планку. От своих кумиров зрители ждут новых постановок. Таких же неподражаемых и ярких. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев.